Всем привет, господа, с вами снова Мистер Чизер, и я продолжаю проходить игрушку под названием Dungeon Stream. Чё, погнали на остров Термитов. Князь Ада далее добралась до острова Термитов. Пришла пора готовиться к нападению на Долларан и Джойну Праведбур. Долларан, Джойна Праведбур, где-то я это слышал. Дай-ка вспомнить. Не уж-то Варчрафт Третий, ммм? Ммм? Нет? Продвинутая ферма. Посадите в темницу минимум 7 героев. О-о-о! Мы теперь героя в темницу можем засаживать. Это круто, это же было как в Dungeon Keeper, в принципе. И в игрушке War of the Overlord, кажется, как-то так она называлась, которая тоже была типа клоном Dungeon Keeper, но таким себе неудачным. Заполучите всех бонусных существ в ходе задания Князя Ада. У нас тут кто открывается? Скелеты лучники. Простые костлявые парни с луками. Всегда ходят группами. А, не по одному, а по группам. Я понял. Побежденных героев в темницу можно бросать. Приозерный город пал, словно песочный замок под ногой малыша, и, как велит древний обычай, был тщательно разграблен. Но это при всей радости была лишь маленькая рыбка в огромном океане добра. Ведь водобоязненное зло с самого начала собиралось захватить замечательный городской флот, который, в отличие от кораблей Орды, плавал куда лучше топора. Итак, существа Талии проникли на корабли и подняли паруса. Оставив за горизонтом дымящиеся руины, корабли незамедлительно отправились в плаванье к острову термитов. Правда, сей впечатляющий пейзаж остался незамеченным. Все... Я сказал, все думали только о новой цели. Вышеупомянутым островом правила знаменитая волшебница Джойна Праведмур. Милая и добродушная, а потому, разумеется, достойная лишь презрения. И к тому же она была подружкой Таноса. Это если кто-то еще сомневается в ее никчемности. Правила Джойна из Даларана. Ах, Даларан, скопище тайной магии и больших денег. Отвратительно. Высадившись, армия ленивого зла медленно двинулась к финансовой столице. Хорошо было бы завести еще немного союзников посильнее, прежде чем связываться с Джойной. Блин, они там селфи делают или что? А, просто как туристы фоткают. Красавцы. Мы просто туристы, мы не зло. Мы хорошие, на самом деле. Мы просто как на Хэллоуин собрались. У нас сейчас канун Хэллоуина. Все нормально, мы просто костюмы надели. Талия с остатками армии Хладнокровного Зла достигла острова Термитов, где эгоистичная волшебница Джойна Праведмур правила финансово-магической твердыней Далараном. Я с этой ведьмой быстро разберусь. А вот только соберем армию и побьем всех, кто здесь есть. Как раньше. Всегда работала. С помощью... Вот тут вопрос. А что это за странная комната? Для чего она нужна? Хороший вопрос, на самом деле. Это было... Эм... Так... Нет, это... Сейчас... А, точно! Это была Адская Дыра. Адская Дыра — это портал прямо в ад. Спросим себя, зачем он нам? Опять же, хороший вопрос! Эм... А, вот. Затем... Что мы хотим вызвать Дьявола? Дьявольски сообразительное зло захотело привести в Даларан Дьявола, чтобы иметь туза в рукаве против Джойны. Гениальный план, надо сказать. Ладно, Дьявол звучит неплохо. Вот теперь вижу. Парень со стальными мускулами и... Ну, это не обязательно. Ладно, как мы это делаем? Ну, сперва понадобятся кое-какие ингредиенты, а потом мы их простоты ради закинем в адскую дыру. Нам понадобится... Прах мертвеца. Все-таки он должен быть с острова, поэтому поскрести наших зомби не выйдет. Придется с местных кладбищ подгонять. И копыта. Ну, это просто. Тьфу, копыта кентавра. К счастью, у этих примитивных тварей несколько лагерей рядом. Ну и совпаденница. Совпадение-совпадение, не говори. Кроме того, нам нужно еще немного слизи червя. Тьфу, даже сказать противно. И паучьи ноги. Ну, пауков мы, может быть, найдем в подземелье. Возможно, быстрее, чем хотелось бы напряженному злу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Найдем. Так. А, и еще нужна парочка пожилых, но, к несчастью, живых героев. Хм, сами они туда вряд ли прыгнут. Так что нам нужен план. Ну, героев мы найдем. Ничего страшного. Остальное проще достать. Честной торговлей? Убийством. Торговлей. Ты что, не смешиви меня. Какая торговля? Мы всех пленим и будем держать заперти. Пока они не сдохнут с голоду. Ну, впрочем, как и всегда. Так, давайте расширим наше место под фермы. Это всего 9 индюшек. Ну, что, мало. Далее спальню надо бы еще тоже расширить. Так, мы уже эквиваленте. Так, копаем. Так, у нас даже немножко существ есть. Приколитесь. Давайте два сморчика еще для полного комплекта. Так. От скайдера. О, нам, кстати, даже на миникарте показывают, где это все дело находится. Неплохо, неплохо. Даже париться не надо. Типа, на, все там. Иди и добывай. Так, давайте-ка сразу сделаем парочку приятных исследований. Даже пара-тройку. Чтобы было побольше у нас. Рабочая сила, а ну быстро работать, я сказал. Я не понял. Зло не требует отлагательств. Нам надо все в срочном порядке делать. В срочном, при срочном. Копаем золото. Копаем ману. Все в порядке. А ну-ка, поинтенсивнее ты. Так, у нас тут вроде может даже жила быть. Хотя, смотрите, сколько золота. Вполне возможно. Хая, что-то нет ее. Ладно. Пока покопаем. Особо париться не будем. Будем пока копать. Давай, копай, я сказал. Копайте. То как дам по голове. До следующего уровня не доживете. Давай, давай, давай. Интенсивней, интенсивней. Зло у меня может быть бесконечное. А вот и жила, кстати. Что там? Что-то раскопали. Так, подожди. Я тут случайно... Да, да, да. Уберем эту хрень. Жила. Вот у нас и жила новая. Давайте вокруг нее копнем. Чего тут раскопали? Я не понял. Тут вон маны есть. Давайте заберем ее. Мы тут раскопали какую-то типа комнату. Не совсем понимаю, что тут. Ну ладно. Типа, ну ок. Типа, что тут мы найдем? Ну, кроме костей. Так, копай интенсивнее. Сколько можно? Так, вот еще манка. Забираем, забираем. Нам все пригодится. Вообще надо глянуть, что у нас есть. У нас есть кладбище. Это, кстати, хорошо. Либо с кладбищем всегда веселее. Далее, что нам надо такого крутого прям? Дай-ка подумаем. Надо комнату новую сделать. У нас нет... Нет, спальня у нас есть, да? Спальня и куропатки у нас есть. Дай-ка глянем. Что еще нам надо? Мастерская. Да, неплохо было бы ее заделать. Как-то вот так. Пять на пять заделаем. Да. Так, подожди. Моя божественная, точнее, дьявольская длань все возьмет в свои руки. Мы тут вот это дело аккуратненько закроем. Нам тут нафиг ничего не надо. Так, и получим такую вот комнатку. Да, отлично. Так. Деньга, деньга вроде есть. А нам надо идти наружу, кстати. Я вот что подумал. Это, наверное, надо. Нам надо хотя бы срок коварства захватить. Потому что как-то, знаете, без денег... Обидно быть без денег. И без нашего... Пора платить жалоби. Классного коварства. Ладно, если деньги добываются. А вот коварство, надо бы уже как-то, наверное, об этом думать. Давайте сначала существа сделаем побольше. Потом талию качнем. И нагов изучим. Изи. Так. Сделаем одного нага и еще одного нага. Так. Не-не-не. Гоблин пусть отдыхает. Полным комплектом сейчас пойдем. Так. У нас всего лишь один вход-выход, да? Это хорошо. Значит, дефать будет намного проще. Так. Тут закройте. И здесь, как я говорил, мы делаем пещеру мастеров. Класс. Ну что, погнали. Прогуляемся. Под Доллорану. Злонамеренные существа идут маршем через остров термитов? Мужчины. И, конечно, женщины. Остановите вторжение во имя Альянса. Конечно, женщины. Забавно. Ну, не во имя Альянса, а во имя Альянса всех добрых людей. И... Ну, вы знаете, о чем я. В любом случае, остановите их во имя богини. Упс. Герои оказались не такими тупыми, какими казалось. Внезапно. Внезапно. Они услышали постукивание и звоны с подземелья. Вдобавок, Жоня правит, Мур оказалась на месте собственной персоны. Отлично. Если разгромим ее прямо здесь, сэкономим время и силы. Так, притормози. Нам бюджет не позволяет... Темница надо сделать. ...вы персонажа на одной единственной карте. Кроме того, было необходимо остановить надоедливых героев и поместить их... Аааа, дружище, отходи. ...лятый лед темница. От... Лед темница? Принеси жертву адской дырочки. Отходи, дружище. Тебе так по голове дают. Иди хилиться. Буду спасать существ. Я не знаю, зачем мы это делали. Ох, твою, налево. Воины идут к нам. Войска. Тут жопа, блин. Вот тебе. Ладно, полегла. Так, надо их остановить на подходах. Потому что у нас как бы нечем еще защищаться. Алло. Ваши существа захватили... Нет, это я знаю. Это классно, да. Так, тут надо, кстати, закрыть. Чтобы у нас тут герои не ходили к нашим золотым жилам. В подземелье ворвались враги. Да, екарный бабай. Уже, что ли? Ну, золот. У нас же ни магии, ни черта нет. А, тут три героя? Ну, воина, в смысле. Ой, господи, извините. Подожди, какая темница? У нас даже ни черта нет еще. Я только сейчас буду строить все. Так, так, так. Где темница? Вот она. Проклятие, кто бросил Капитана Мороза в темницу? Не знаю, не знаю. Так, и демонов надо изучать. Вообще надо все изучать. У нас коварства не хватает. Ребята, назад, сердце бьют. Оп, спасем друга, на. На черное сердце напали. Чтобы он потом получил по голове. Так, нам надо комнату вырыть. Вот здесь. Так, темница. Вы можете бросить побежденных героев в темницу. Там они медленно умрут от голода, после чего превратятся в скелетов. Ага, вот теперь так скелетов получаем. Круто. Почему бы и нет? Больше существ. Так, и для демонов надо, кстати, тоже будет сейчас сделать. Домик. Они любят это дело. Так, стоп. Так же, как в Академии Героев на острове Новичков, на острове Термитов было полно целеустремленных любителей приключений. А, сумасшедшие. Жить им надоело. Вошли слухи о новом открытом подземелье. Со всего острова начали стекаться герои. Но они не ожидали увидеть вместо хорошо сбалансированного подземелья для новичков настоящий комплекс жестокого зла и пещеры с хитрыми ловушками. Так, ребята, а почему мы это... Деньгу не добываем, а? Это в Академии Героев построено. Теперь побежденных героев можно сажать туда. Отлично. Это важно для грешного зла не только потому, что адская дыра так жаждет получить героев в жертву, но и потому, что каждый герой в конце своего заключения приносит немного коварства. Это хорошо. Нам коварство надо. Вот уж точно. Пусть они гниют в темнице, жалкие добрячки. То, чего и хотел наш вспыльчивый герой. Проблемки тут к нам идут. А лучше всего то, что все умершие в темнице герои стали скелетами. Некротическое зло, конечно, сразу же захотело привлечь их к делу. Ребята, нападаем. Я не знаю, как гром среди этого неба на голову бух закинули. Нормально. Так, пусть там файт идет. Мы тут немножко расширим нашу темницу. Хопа-на. Так, а тут надо бы это все дело закрыть. Ну, нафиг оно нам надо. Оп. Отлично. Идеально. И тут, конечно, закроем. Просто вот эти все дырки, как сказать, они уменьшают эффективность. Мне это не очень радует. Так, у нас 10 сопляков, но почему-то они хреново работают. Так, побежденных таскают... А, да, смотрите, они... Ха-ха! Матвеевна! Матвеевна! Хватит бухать! Капец! Капец! Откуда после его смерти насчет отвратительного зла могло бы капнуть немного... На этом, скотина! И ты тоже! Ну, да, и пожертвовать нескольких героев адской дыре тоже надо. Можно ли как-то там изнасиловать, я не знаю. Мои невидимые советники говорят, что демоны оценили бы отправку в адскую дыру нескольких опытных эльфийских стрелков. Что с тобой происходит? Очевидно, нам надо поохотиться на гигантских москитов. Как переголбасило... Мои советники? Господи, что с ним происходит? Это развоение личности начинает напрягать. Вынуждена согласиться. Ребята, добавим деньги. Я бы все отдала, чтобы эта рафинированная сестричка выносила мозг кому-нибудь другому. Так, соточка. 150. Мало коварства, мало-мало-мало. Надеюсь, что у нас это вот... А, вот все. Очухался егерь. Это капец, блин. Вы видели, что происходило? Какая жесть. Так, давайте сюда копнем. Тут у нас паучки должны быть где-то. Далее улучшаем комнаты. Подземелье ворвались враги. Опять? Ну, это уже, ребят, повеселее. Сколько нам там 10 героев надо? Пачка туда выкидываем. Десятку, да? Пожертвованы живых героев. Ну, у нас тут они пока двое живых. Сейчас еще парочка подойдет. Ну, или сколько их там было, я не помню. Так, сколько жили? Для 100 тысяч. О, нам этого надо было хватить. Давайте расширять. Что в нашей тут сокровищнице? 9700. Ну, тоже нормально. В принципе. Слышит этот странный рокот. Ага. Стены твоего подземелья грызет огромный червь. Червь, мать его. Так, обычно уменьшение жалования. Хорошо. Пригодится. На, кидай его. Так, червя надо бы завалить. Хотя я не уверен, что мы сейчас этим справимся делом, но попытаться стоит. Где нужны гигантские черви? Ну, давай кидаем. Попробуем разобраться. Я помню, червь очень жесткий, и он огнем вроде как дышит. И всех в округе месит. Ну, посмотрим. Копытка кентавра? Это вроде не копытка кентавра, это слизь вроде как. Он, кстати, еще червь. Куда он снял? Внимательно слушающая зло Узнала, что демонам в адской дыре неплохо было бы получить горстку шриц света в обмен на одну из демониц. А ведь сделка весьма заманчивая. Так, слизь червя готова. Закончилась. Вся нужная слизь червя собрана. О! Ха-ха-ха! О боже. Я как-то видел документалку про липосакцию или эта штука. Боже, червя там видели? Шлепать было. Так, демонам надо, кстати, хату сделать. Точно. Вспомнил. Демонам надо заделать хату. Блин, тут на самом деле как-то так себе у нас подземелья подстроены, но, блин, сейчас разберемся. Вот сюда давайте уйдем куда-то там. Оп. И тут вот сделаем хату для демонов. Не, давайте как-то так. У каждого злого существа у нас в темницах должна быть своя хата. Так, ну они тут вроде умирают. Нормально. Пусть умирают. Сами виноваты. Нехрям было в наш подземельник заходить. Дебилы. Так, червя надо вывалить. Кстати. Злого поберет. Ребят, давайте завалим червя. Так, отлично. Что там такое? Возземелье сражение. Ну я знаю, я сам его начал. Алло. Игра, ты что? За идиотами меня держишь? Я сам это сражение начал. Так, давайте-ка еще расширим. Оп. Нам, правда, столько не надо желез. Ну, давайте закинем. В темнице у неописуемого зла умер герой. Еее. На самом деле не так уж и плохо. Из останков мертвого героя поднялся скелет, готовый отныне и впредь служить убийственному злу без вопроса и условий. Не, мне эта система прикалывает на самом деле. Герой всажаешь в темницу и получаешь потом таким образом, типа, скелета в себе. Почему нет? Прикольно. Это прикольно. Отнеси меня к врагам. Так, поехали, несите их. Так, что мне надо? Для демонов на хату сделать. Вырали? Отлично. Сначала хату им, потом арканум. Капец тут денег, копайте. О, тут жила еще. Блин, очень в таком себе месте жила эта. Ну ладно, что поделать. Так, вот тут мы тоже выкопаем для арканума местечко. Такое причем, да. Сейчас, короче говоря, немножко подземельем занимаемся, а потом уже будем заниматься другими насущными делами. Так, туда. Это мы тут снесем. Я вот сейчас хочу просто себе хорошее подземелье сделать. Ну, как сказать, хорошее. Вы поймете, когда увидите. Такое, крутое подземелье, скажем так. Четкое. Пацанское. Сучу. Очень крутое подземелье хочу себе. Так, ну тут золото. Нет, тут не надо копать. Золото сгружаем сюда. И по-хорошему нам надо бы эту сокровищницу расширить. Отлично. Так. Маны тут дохрена. Нафига нам арканумы, если у нас тут маны дохрена? Я не понимаю. Надо бы ловушки заделать. Караульное. Пивко. О! Железные сморки. Тоже классная тема. Тоже пригодится. Они на каком-то на четвертом уровне получаются, да? Вроде да. Так. В твоем подземелье враги. Я очень счастлив, что в моем подземелье враги. Пусть заходят, располагаются. Я всегда рад новым гостям. Ну, эти, в принципе, могут зайти неплохо так. Не знаю, тут сторожку, наверное, нам надо заделать. Вот прям здесь причем. Почему бы и нет? Караульное. Ну и барабан, чтобы сразу туда протрубить. Типа, тревога. Тревога. Так. Здесь я хотел заделать арканум, да. Мы это, в принципе, сделаем. Арканум. Точнее. Ну, чтобы манку добывать. Пригодится. Угу. Так. В этой секции что мы делаем? Надо подумать. Пивоварню надо здесь делать. Точно. Так вот. Оп. Пять на пять. Думаю, пойдет. Даже давайте, наверное, как-то вот так. Отлично. Сейчас сделаем себе классное подземелье. Потом уже будем заниматься остальными насущными делами. И тут вообще надо немножко копнуть. Вот сюда. Тут у нас вроде пауки где-то живут. Так. Караульная. Мы из создания обнаружили в подземелье червей. Кого? Какая гадость. Так, ребят. Я не понял. Я готова. Каких нахер червей? Убить их. У нас тут комната должна быть. Я уже план узаконил. Не надо мне тут каких-то червей. Так. Сторожка. И барабан. Чтобы когда заходили герои, мы такие бум-бум, пацаны. Тревога. Так. Пауки где-то прямо вот здесь. Да, вот прямо здесь. Сейчас за них докопаемся. И прямо в переносном смысле. Так. Ловушки кто-то там будет делать нам? Нет? Мы... А, подожди. Мы их еще не изучили. Пещера мастеров. Да, вот. Потом уже ловушки. Так. А пещера мастеров у нас будет... Надеюсь, никак не боится пауков. Обнаружено паучье гнездо. А вот и паучки. Так, пацаны. У меня с вами разговор короткий. Три скелета лучников в пачке. Прикольно. У меня с вами разговор короткий. Очень короткий. Вперед. Месить их. Нам надо что там? Пять ножек паука. Пойдет. Сейчас сделаем. Ародноманское зло оторвало первую паучью ногу. Только то, что надо адской дыре. Остальной паук с семью оставшимися ногами беспечно выброшен. Остальной паук выброшен. Нам больше не надо типа того, да? Так, тут мы... Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Тут не надо. Отлично. Надо же перегородки будет делать. Все в таком духе. О, бесконечная жила. Класс. У нас магия есть. Да, ты смотри-ка. Не ворвались враги. Почему нет? Мана это классно. О, ножки. Герои не понимают, что происходит вообще. Зло, которое не боится пауков, швырнуло в адскую дыру первую порцию паучьей. Посады, там проблемы. Что в них демоны находят? Без понятия. Может, зубочистки почтят? Тут проблемы небольшие. Идите их разбирать. Так, ножки паучьи. Ну, собирай. Или у вас дурман какой-то? Ладно, короче, ножки готовы. Оп. Воприношение паучьих ног шло хорошо. Изи. Абсурдное зло выполнило уже половину задания. Кстати, пауки очень полезны. Готово. Все паучьи ноги отправлены в адскую дыру. Ненавидящие пауков зло выполнило задание, не уронив ни капельки пота. Ну, я же говорю, изи. С паучками было изи. Так, героев вы там заманили, да? Отлично. Пусть у нас скелетики будут. У нас скелет лучники. То есть ты берешь одного, а там на самом деле пачка. Из четырех, да? А вы прям большущими группами теперь тусуетесь. Ну, ничего, неплохо. Очень даже неплохо. Так, стоп. А тут мы копнем. Что-то я протупил с комнатой. Ну, ладно. Так, а тут нам надо сделать пещеру мастеров. Да. Вперед. Я хочу делать ловушки, парни. Очень хочу. Пипец как хочу делать ловушки. Нам нужны машина ремастера. Даже если у нас есть, понимаете, эти инструменты, мы все равно их не можем делать. Ну, ловушки. Знаете ли, напрягает. Зарюк скромный. Так, ну, а тут золота еще более-менее достаточно. Давайте взявим грейды какие-то. Так, лектория пока нет у нас. Так, раз, два. Ага. Больше не можем. Где ворвались враги? Враги? Бум-бум. Дефаем. Идем на деф. Так. Тут мы застроим все дело. И будем строить машинарию мастера. Блин, восемь надо. А где я вам возьму еще один инструментик? Че никто не создает инструменты? Я не понял. Сим из двадцати четырех. У нас че, нет этих? Есть же вроде. Вперед работать. На стройкомате. Так, а героев тащите назад. Пусть они у нас там в темнице гниют. И потом мы из них скелетиков делаем. Зло должно процветать. Так, расширим индюшек чуть-чуть. Сколько у нас тут их? Двадцать из двадцати одного. Ни хрена себе, как вас много. Вы тут гниете, гниете. С вас классные скелеты получаются. Так. Пожертвована. А, нам надо живых героев жертвовать. Два, три, четыре. Ну, неофит уже не живой. Опа! Готово. Еще семерых надо. Блин, а мне нравится эта миссия. Она реально классная. И по сравнению со второй частью, она прям, ну не знаю, блещет разнообразием. Это круто. Может, посмотрим, что будет, если бросить в адскую дыру пару эльфов с мечами. А что? Это какой-то тайный рецепт. Рецепт? Вроде нет, но звучит забавно. Проклятые эльфы. Но мы ведь все-таки тоже эльфы. Ну, что-то да. У этих обнимающихся с деревьями хиппи нет ничего общего с темными эльфами. Хиппи. Кто-то оверлорда переиграл. Там тоже были эльфы хиппи. Хиппари. Так, тут надо на самом деле все это дело закрыть, потому что нам уже вот эта пещера не нужна. Ну, вот это вот место, скажем так. Ну, толку нам от него. О, восемь. Изи. Все, делаем машинариум. Мастера. М-м-м-мастера. Класс. Так. Дверку можно заделать. И, кстати, я бы ее заделал. Это же не знаю где. Ну, тут, например. Оп. Надо закрывать все дверками, чтобы все было красиво. Понимаете, сейчас вот мы будем... Ну, тут надо, кстати, сделать дверку. Сейчас мы тут, это, потихонечку идем. Никуда не спеша. Живых героев там жертвуем. Вон, еще трое. Вон, эльфа сейчас пожертвуем. Разбойница какая-то у нас тут есть. Умиротворяющие демонов зло принесло в жертву героя. Да. Жертвы, это хорошо. Особенно, когда это не наши, а герои какие-то. Херои. Так, алтарь маны. Восемь надо. Да, блин, у нас что-то плохо все с инструментами. Ребят, давайте-ка мы это вам... Еще сделаем место под страйкоматы. Потому что что-то как-то совсем плохо по инструментикам у нас. В подземелье ворвались враги. Ой, враги. Вперед, дефаем. Люблю, когда в подземелье враги. Можно скелетов себе нафармить. Так, зомби, скелеты. Блин, раньше скелеты были полноценной боевой единицей в зимних играх. А тут прям как-то их опустили, что ли. Как и зомби, в принципе. Если вы помните. Это была прям реально полноценная боевая единица. Жесткая причем такая. О, тут у нас жила. Ну, добудем все это дело. Жил, много не бывает. Да и мало тоже. Так, расширим. И поставим еще два. Делай инструментов. Ребят, нам очень надо много инструментов. Мы их что-то сейчас в этот раз, в этой миссии не находим. Что странно. Конечно, можно покопать. Но я что-то боюсь, что прямо у нас возле адской дыры что-то будет неприятное. Так. Дверка тут. Дверка тут. Отлично. Вроде как сердце обезопасил. Ну, более-менее. Конечно же. Это так, все относительно. Так, бесконечная жила. Потом ее будем разрабатывать. У нас тут еще есть жилы, которые неплохо было бы потом как-нибудь добыть. О, у нас тут еще есть слизи червя. Давайте. Докинем. Так, прах мертвеца. Нам куда-то сюда, на кладбище надо топать. И кентавры еще нужны, да? А, и герои. И мы, по идее, призываем что-то типа Диабло, да? Все ходят, смотрят этих героев. Типа, вот вы лохи. Так, и еще тройку. Еще один лемминг свалился с утесок. Нам еще два героя надо. То есть, герой свалился в адскую дыру. Идут, идут. Мерзости. Так. Ребят. Подземелье ворвались враги. Там проблемка, да. Да, да, враги. Все так, как ты и сказал, рассказчик. Там враги. Почему нельзя закрыть эту хрень? Очень странно. Давай выкопаем. Блин, а они там что, пушками бьются? Вот суки. Не люблю я вас таких противных, которые пушками бьются. Так. Деньги у нас закончились, приколитесь. Да кто они там в такое время? Безгромотная деревенщина. Бои из ближнего боя, который может наносить урон по площади. Да, я знаю. Изменяет противников. Но у меня сморчика надо, а потом, наверное, еще одну баньшу. Двое нагр есть. В принципе, нормально. Нам деньги нужны сейчас. Катастрофически нужны деньги. Ну, это хотя бы закройте. Или нет? Или вы не хотите? Да закрывайте все это дело. Нам тут не надо эти туннели. Ну, серьезно. Ударья. Хорошее имя. Так, 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 так. Можно сделать крутые ловушки. Почему бы и нет. Но денег нет на них. Короче, нам надо собирать войска, я так понял. Идти уже все-таки в атаку. Потому что у нас сейчас начинается небольшой такой кризис. Ну, не среднего возраста, а просто кризис. Так, кто-то что-то хотел сделать. Не помню, что. Ай, не важно. Комнату какую-то. Так. Тут у нас демоны тусуются. Надь вам тут доделаем уже воронку. Все. Погнали. Я готова. Я готова. Ну, хорошо, раз ты готова. Одного гоблина оставим. Пусть инструментики нам делает. И пойдем к кентаврам в гости. Так и знала, что я тебе понадобилась. Так, магия есть. Только сила. Ну, в принципе, нормально. А почему бы нам не исследовать порталы, а? Ой, там вот эту хрень. Что-то происходит, не понял. Медведь? Сумасшедшая, что ли? Так. Тут у нас кладбище. Ну, зайдем, пожалуй. А, не, не кладбище. Это тут хоббиты живут. Хорош. Ходят слухи, что демоны в адской дыре порадовались бы нескольким принесенным в жертву соплякам. Или что это будет хотя бы забавно? Эксперимизирующее зло немедленно попробовало. Ребята. Все очень плохо. Причем очень, очень плохо. Три, два, один, поехали. Капец, нас разваливают. Что-то мы не в тот район зашли, как я понял. Не вовремя. Пипец. Даже под демонской силой не очень получается. Потому что гребанная, сука, пушка с плышой бьется, тварь. А, это коварство у нас, по идее, да, тут или что? Тут что происходит. Высохшее дерево. Безжалостное зло разрушило лагерь хоббитов с вдохновляющей эффективностью. Эти полурослики тоже не будут видеть. Деревья с привидениями. Не будут видаться никакими кольцами, ни в какую лаву, ни в каких горах. О, кентавры. Так, забафаемся парнем. И дамы. Да-да, я просто не забыл. Первый кентавр лишился копыта. Какое горе. Но копыта было очень нужно никогда ни о чем не жалеющему злу для жертвы адской дыре. А эти копыта, как их забрать-то? Может они тут будут появляться? А как копыта забрать-то? Интересно. Что нужно сделать? Пожертва на копыт. Как их забрать-то, эти копыта-то, а? Ладно, давайте пока дальше пройдемся. Злобная орда скитается по острову термитов. Народ Альянса, изгоните отсюда этот сброд. Иначе туристы пропадут. И магазин можно будет закрывать. Сейчас вы сами пропадете. Ладно, боже. Мне есть что делать, Галаран. Лучше из лучших. Во имя Альянса, вперед. Черт. Она свиняла. Лолшебница убегает. Вот сучка. Как будто никто ничего и не говорил. Едва Джой не удалось сбежать, подчиненные ей герои из ближайшей деревни сделали все, что могли сделать. Кипический бонус брони. Вот, давай. Вот этому парню. Они отчаянно рванулись. Чтобы вообще ничто не смогло сделать. С всей жестокой, грубой силой и безо всякого изящества охраняющие подземелья зло приготовилось. Ой, у нас же есть нормальная тема. Широким жестом показал растерянному злу, что по могиле на кладбище надо всего лишь от души стукнуть или толкнуть ее, чтобы добыть ценный прах мертвеца. Да все нормально. Я ему показала! Побеждая кентавров. Ну, что-то у нас нет ни одного копыта кентавра на самом-то деле. Серьезно, что-то напрягает мне это дело. Так. И как это сделать? Кентавров мы убили. Прах мы тоже вроде как разворовали. Прах мертвеца 0 из 3. Подземелье ворвались враги. Ладно, потом разберемся как-нибудь. Пацаны, тут это, враги в подземелье. Аллоу. Аллоу. Аллоу, Миша, это ты? Все было готово. Самопожертвенное зло выбросило в адскую дыру нужное число героев и оттуда донесся звук долгой, довольной орышки. О, да. Покушать демона любят. Это хорошая тема. Бля, они отступают. С ума сошли? Тут файт идет, и они отступают. Только я все равно ничего не понял. Как прах мертвеца и копыта кентавра закидывать? Алло. Не, не, не. Как эта хрень работает? Отнеси меня к врагам. Да, потом отнесем. Может, они тут как-то появляются? Ну, просто... Блин. Я ни хрена не понял. Ладно, пусть и хилятся. Мы тут еще грейды наделаем. Так. Вот такая магия, вот такая магия. И сложные ловушки. Сложно. А, и еще, да, больше существ. Италию подкачать надо. Изи. Так, а вы тут не хотите продвинутая ферма? Проведите... Посадите... А, минимум 7 штук. А, в смысле, одновременно, что ли? О-о-о. У нас тут пачка хорошая сидит, да. Веселая ферма. Выращиваем героев. Звоните 555-3535. Мы вам привезем вашего личного героя. Типа того. Так. Золото тут хоть отбавляй. У нас золотых жил до хрена. И везде. Угу. Так. Надо бы еще закручницу расширить на самом-то деле. А то уже некуда золотишко скапливать. Копыта кентавра. А, я понял. Первая часть копытки кентавра исчезла. Блин, я вообще в эту часть экрана не смотрю. Послышалось короткое ржание. Я даже думать не хочу о том, что сделают с этим демоны. Просто, понимаете, я даже на иконку талии не смотрю. Я никогда в эту правую часть экрана не смотрю. А, оказывается, тут все отображается. Самое важное. Блин, я туплю капитально. Капитально туплю. На самом-то деле, все тут отображается. Так. У талии какой там левел? Пятый. Отлично. Значит, у нее есть классная магия. Так, ребят. Нам тут еще герои идут. Еще хотят стать нашими скелетами. У нас есть скелетов до хрена, кстати. И мне это нравится. Круто. Давайте еще кладбище расширим. Чтобы побольше там всяких было у нас существ. Так. Кто нам еще нужен? Из войск. Давайте подумаем. Без. Банши. Сморчик. Ну и нага. Скажем так, джентльменский набор. И, в принципе, можно сразу назад идти. В бой. Ага. Я помню. Кнопочка F2 взять все. Опа. Отлично. Наконец-то я нашел эту кнопку. Все в бой. Я хочу не разрезать эту миссию на две части. Я нас должен умереть. А все одним видео сделать. По крайней мере, очень попытаюсь это сделать. Ну, чтобы там было 45 минут где-то. Хотя за 5 минут вряд ли мы эту миссию завершим. Так что придется все-таки это дело резать. Ну, ладно. Я думаю, вы не сильно горчены тем, что я так... У меня такая политика. Стремящаяся все исследовать зло, обнаружила... В хронометража видео, я просто пытаюсь это как-то вам объяснить, доступные словами. И немедленно позаботилась о его уничтожении. Точно. Вперед. Давай порвем тут все в клочья. Кобец, тут жесть происходит. Что здесь происходит? Метеоритный дождь. Я выключу его. Такой файт жесткий. У нас очень многие по жизням просили. Еще одна славная победа королевы зла. То есть, конечно, абсолютного зла. Вот именно. Это не моя армия. Пока что. Ты королева зла? Я за тебя точно не голосовал. Да и... Королева проклятых звучит лучше. В самом деле? Кошло. Я за тебя не голосовал. Ужасный фильм, разве что музыка, но, конечно, любовная линия получше, чем в Сумерках. Сумерки троллят, красавцы. Так. Давай-давай-давай-давай. Ребята, собираемся кучей и идем... С морщика не забываем. И идем валить. У нас тут вроде кентавры должны быть. Нет, сначала пока я вижу медведей. Гребаные медведи, те русские добрались и до нашей игры. Вовсюду гребаные русские. Лезут постоянно куда-то. Так. Ну, медведи, думаю, вы одного добьете уже. Все, погнали. Гребаные кентавры. Мне нужны ваши копыта. Далеко глядящее зло обнаружило маленький скромный лагерь кентавров. Так, бафаемся. А, хорошо. Метеоритный дождь. Изи. Конечно, это означало изгнание всего живого. Что-то мы как-то быстро все это делаем, вам не кажется? Я прям охренел. Бедные кентавры, им пришлось пожертвовать собой ради доброго процветания. Вы слышали, дерево съел всех фичей, которые здесь жили. Клево. Так, F2. Сидь сюда. Я не буду идти в город валить. Толк у меня от него. Поэтому просто мимо пройдем. Нам... Или подожди, нам надо город валить. Ну, черт. Ну, нельзя было сделать просто как-то отдельно. Армии славного зла добрались до города. Жмица. Наверное, жесткая. Нетрудно догадаться, что мы отыграемся на жителях. Вперед! Да, отыграемся. Ты разрушил столько городов. Неужели тебе мало? Подкалываешь? Да уж. Вопрос действительно риторический. Поехали. Ты чудовище. Спасибо. Спасибо. Ты чудовище. Ай, не надо где-то их свыщать. Вагоня закопытная ментавра шла хорошо. Бескопытное... Беспощадное зло было... Бескопытное зло! Главное было не попасться защитникам животных. Нет, защитникам животных мы не... Так, стоп, там пушки, пушки, пушки. Не трогаем пушки. Главное не трогать гребаные пушки. Кстати, неплохо было бы взять грейды. Раз. Два. Три. Почему бы нет? Так, все. Мочим стрелка. Сука, я ненавижу стрелка. Там свои гребаные турельки ставят. Как же это меня бесит. Ну и остальных всех. У меня, правда, все побито. И мне это не очень нравится. Но, тем не менее, неплохо. О, там кто-то идет. У нас, правда, ни ловушек ни хрена нет. Может кто-то успеет построить? Ну, мало ли. Попробуйте хотя бы. Я не знаю. Мы тут город пока развалим. Хотя, думаю, сейчас будем бэкаться. Ну, дверь сломаем и бэкаемся. Вдвоем подземелье враги. Так, бэкаемся, потому что у нас тут сейчас... Так, стоп, 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 стоп. А, не, хотя F2. Что я туплю? F2. Хопана! Даже все в проход не влезли. Какие вы толстые у меня слуги, а? Зла. Даже в проход не влезли. Так, ну давайте все-таки сюда копнем. Мне интересно, что тут находится. Ну, как бы не то, чтобы сильно. А так, а ты что-то особенный? Давай тоже. Отлично. Ребята, назад. Спасибо тем людям, которые мне постоянно комментарии пишут, что типа, эй, а ты знал, что ты... Ох, ни хера себе. Что ты можешь в две стороны порталом пользоваться. Ронин? Не обрадовался появлению злобнейшего зла. Так, главное, оттурили. Ладно, поехали. Поехали. Попаемся и поехали. С наградой или нет, но будет весело. В бой! В бой! Играш подвисает. В бой! У нас еще копыта, кстати, откуда-то взялось. Готово. Последний единорог, то есть кентавр, лишился копыта. Единорог, то есть кентавр. Целеустремленное зло моментально скинуло добычу в адскую дыру. Изи. Валим. Валите пушки сначала. У каждого кентавра было четыре проклятых копыта. Работу можно было сделать чуть-чуть быстрее. Прям бенатлик. Ой, ребят, 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 тут воровки. Никогда не был критерим отбора на службу у главных негодяев. Отходим! Так, давай Талии дадим это дело. Отлично. Этот антигеройский поступок был по заслугам вознагражден. Спасибо. Я люблю, когда вознаграждают меня по заслугам. Так, минус база. Хотя, кстати, Соба, где мы еще один прах возьмем? Или может быть тут два их? А, ну тут их два, отлично. Еще один город разрушил. Все, погнали. Добьем. Капец, ты наконец-то подружила со своей второй половинкой. Я тебя презираю. Можно, милость, прямой путь на темную сторону силы. Блистаще стратегическое зло уничтожило всех врагов и сделало подземелье совершенно безопасным. Вызвать дьявола теперь будет детской задачкой. Да, это круто. Так, тут у нас, правда, еще какие-то... Да откуда вы все переретесь, а? Ну, е-мое, сколько можно, ребят? Я уже хочу закончить миссию. Причем я даже решил в этот раз не разрезать на две части. Если будет 50 минут, типа, да ладно, пофиг. Пусть будет 50-минутное видео. Ничего страшного. Еще кладбище? Отлично. Здесь мы найдем недостающий прах мертвеца. Вперед, бойцы! Блин! Разграбим эти могилы! Почему не работаем? Моги подгибаются. Грабить могилы. Как отвратительно. Да, да, все ясно. Делись моральными проблемами с теми, кому они важны. Моральные проблемы, это нормально. Только не надо со мной ими делиться. Повезло разбитителям гробниц. Не надо далеко идти. Так, еще один прах и еще один прах. Дробь готова. Закидываем. Изи. Вся порция праха мертвеца пожертвована адской дыре. И все выполняющее зло похлопало себя по спине и тут же, ой, вспомнило о шипованных перчатках. Готово? Вроде да. Наконец-то последний ингредиент отправился в адскую дыру. Всепобеждающее зло торжествующе похлопало себя по плечу. Адская дыра начала испускать пузыри и газы. В центре ее образовалась постепенно растущая воронка. Звук сперва казался демонической литонией. Но если прислушаться, можно было услышать радостное... Это был дикий хохот, возникший из воронки дьявол. Это же демон хост. Хохот? Оу, получилось, значит. Отлично. Хреново, ты смеешься. Ну ладно. Князь Тьмы, слушай мои приказы. И, конечно же, приказы абсолютного зла. О, могучий дьявол, жесточайший из жестоких. И его фамилия Кроули. Кроули? Что, прости? Серьезно, у него есть фамилия? Это фамилия дьявола Кроули. Не то, чтобы это было важно. Он вообще не говорит, но я должен был это отметить. Ладно. Кроули. Кроули, ты поможешь нам уничтожить Джойну Праведмур. Мы превратим весь мир в подобие ада. Ха-ха-ха! Да! Дочь моя, попытайся задавить в себе зло. Нет. Я все еще в тебя верю. Нет. Дорись, призови всю волю. Отец. Трипл, нет. Я еще здесь. Я пытаюсь, по крайней мере, иногда. Но мое злое начало не хочет со мной говорить. Не хочет слышать моих возражений. Ему плевать на то, что ты говоришь. Сколько раз тебе повторять. Дьявол Кроули слушал ссору Талии с Талией и взрыкивал, когда слово вставлял Танос. Как же раздражают эти святоши. Когда Танос исчез, не выдержав оскорблений и отповедей злой Талии, она обернулась к Кроули. Вперед, дьявол! То есть Кроули! Давай разберемся с проклятой волшебницей. Джойна Праведмур, дни твои сочтены! Убьем эту девочку с косичками. Мне все равно она сразу не понравилась. Ну, ладно. Как сказал, не буду это резать на две части. Все таким большим 50-минутным куском закину на канал. Надеюсь, вам такое понравится. Ну, а на этом пока что все, господа. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте. По ссылочке в описании заходите. Буду всем там рад. А на этом все. С вами был Злодей Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Еще увидимся.